всем привет как дела у меня хорошо спасибо у вас тоже я думаю неплохо я надеюсь сразу хочу сказать спасибо всем за то что смотрите мои монологи слушайте их пишите комментарии и мы общаемся и обсуждаем любимую музыку это очень здорово мне это очень нравится я провожу все больше и больше времени за вот этими разговорами с вами и за чтением того что вы пишете это очень интересно и для меня во всяком случае очень полезно не буду объяснять почему это не играть вот что я хочу сказать хочу сказать что очень много разговоров про фанк эта группа вот все говорят все говорят и пишут что эта группа привносит элементы фанка в свою музыку эта группа пошла в сторону фанка другая группа 3 5 10 20 сотая и мне трудно назвать рок группу которая не использовала бы приемы и элементы фанка попробуйте назвать такую но за исключением крауд-рока за исключением даже не это отдельная история а так ну сами подумайте дипепл пожалуйста любимые российскими меломанами российскими любителями рок-музыки дипепл сколько угодно фанка начиная с пластинки contest the band и даже там штамм брингер вот эти все дела там просто клейма негде ставить на фанке лед зеппелин пожалуйста black sabbath тоже в полный рост black sabbath вообще там и джаза достаточно еще в игре этом секции что там все в порядке про любимую мою новую волну новых романтиков и говорить нечего дюран дюран возьмите и и и все остальное очень много очень много day beatles day rolling stones пожалуйста то есть корни пустила музыка фанк в рок очень глубоко очень глубоко и в разные стороны совсем что же такое тоже такое происходит получается это какая-то вечная музыка какая-то главная музыка раз она так разрослась и проросла через вот этот самый белый бледнолицый рок ну наверное так потому что африка это колыбель цивилизации колыбель человечества и там происходили наверное главные вещи самые главные вещи которые дали направление развития уже всем остальным всем странам и народам до но достаточно почитать про библейские времена до про и про до библейские времена египет это что это африка да вроде бы да вроде как ну и дальше 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 туда дальше туда в африку и музыка африки она до сих пор жива собственно говоря еще то еще то и она божественно на самом деле да божественно этот божественный ритм барабаны что еще надо для музыки крым барабанов а вот европейская музыка до которую мы все любим и я люблю и все мы любим и на мы на ней выросли это что такое это уже ответвление от фанка да там фанка как бы и нет в классической европейской музыки это уже искусство а что такое искусство скажите мне пожалуйста слово искусство от какого слова происходит от слова искусство искушение то есть это похоже что дьявольская штука раз искушение до нас искушает кто кто может вас искушать но не господь бог всяко но мы с этим боремся и находим в этой европейской музыке красоту красота вся от бога вот так закончим на эту единство и борьба противоположности короче говоря диалектика вот вот так вот фанк чтобы не думали все что фанк играет только группа deep apple я покажу пластинку группа фанкаделик для тех кто не знает что такое фанк а считает что только в музыке дюран дюран присутствует фанк или там где-то еще послушайте фанкаделик начните корней причем фанкаделик это такое еще light вариант фанка парадоксально звучит да что light вариант даже музыка очень тяжелая вот в этом-то и заключается light в этом заключается доходчивость для бледнолицого слушателя потому что музыка тяжелая практически хард-рок а хард-рок российские любители в рок-музыке любят это аксиома ну вот никуда не деться подавляющее большинство отечественных миломанов любит хард-рок до деваться некуда от этого это практически хард-рок до только настоящий фанк при этом фанк может быть разный может быть легкий может быть тяжелый может быть космический может быть психоделический фанк вообще-то самая психоделическая музыка в мире вот все что мы подразумеваем под психоделией вот эти все реверберационные звучания протяжные длинные ноты вот эти вот какие это ну так да это попытка проникнуть туда в недра психоделической музыки который является фанк а а также блюз вот как это неудивительно звучит но тем не менее группа которую организовал джордж клинтон прочитать про это можно очень много я не буду рассказывать историю группы фанкаделик она началась еще в пятидесятые годы когда клинтон организовал первый коллектив парламент не парламент который у меня там есть где-то парламента много достаточно а парламент и играли они совсем другую музыку а потом переформатировались немножко и стали играть психоделический тяжелый фанк который даже назвали по-другому как ответвление от фанка пифанк п-фанк что это такое это тяжелая гитарная психоделическая фанк музыка но фанк не не содраны откуда-то не привнесенные как хмурые англичане взяли заимствовали просто ритмическую структуру и называют это фанком нет это это корневой настоящий жесткий фанк и вы получите несказанное удовольствие от прослушивания этого альбома потому что как я уже говорил отечественными на меломаны любят тяжелый гитарный рок а здесь самого начала red hot mom первое полотно она начинается с текстового введения джорджа клинтона который немножко рассказывает там о своем чуть-чуть говорит чуть меньше минуты это можно перетерпеть потому что после его спича начинается собственную музыка red hot mom тяжелый гитарный рок эдди хейзла блестящего гитариста чтобы мне не говорили там не рассказывали сказки про разных речи блэкморов и и и прочих героев электрической гитары считается что лучи их не бывает в природе многие так думают вполне серьезно причем так думают и уверяют в комментариях что это просто вот все это да куда там ну послушайте эдди хейзла и еще пару сотен гитаристов а то и тысячу так что иди хейзл здесь дает такой такой тяжеловесный гитарный риф такое качалово такое просто эта музыка тело и духа одновременно и дух и тело здесь едины они соединяются и начинают жить своей жизнью улетая в небесные дали пробивая дали небесные и улетаю в космос вот что такое психоиделически настоящий фанк группы фанкаделик под управлением джорджа клинтона и кажется что круче red hot mom а уже фанк музыки не бывает но следующее полотно или сын май фэнтезис убивает нас уже наповал как бледнолицых и мы превращаемся из бледнолицых людей уже практически не то чтобы в черных но в интернационал мы перестаем быть теми кто мы есть и становимся другими хуже лучше я не знаю но другими и как декларирует в последней вещи cool thoughts bad thoughts джордж клинтон повторяет свою любимую фразу девиз группы фанкаделик free your mind and your ass will follow освободи сознание и твоя задница последует за ним освободите свое сознание и ваша задница то есть ваше тело все собственно говоря она преобразится и начнет жить совершенно другой жизнью жизнью африканских танцев разнообразных которые являются ничем иным как общением с богом а то и с богами тогда их было много я думаю что и сейчас они еще остались но мы общаемся с одним вроде бы да как так что free your mind это непременное условие the hotel is in my fantasies это самая тяжелая наверно фанк песня которую я слышал своей жизни и не только я многие другие послушайте как играет иди хэзил как играет как играет вся группа как поют вокалисты и вокалистки а их здесь много в группе фанкаделик состав периодически менялся довольно часто и через нее прошло около 170 музыкантов вот такие вот обложки красивой здесь часть из артистов изображена я муж такая же собственно безумная как и сама музыка альбом называется я забыл сказать standing on the verge of getting it on 1974 год очень рекомендую но после listen my fantasies I'll stay произведение 7 минут 13 секунд медленный фанк уже если первые две вещи были быстрые такие которые не дают просто присесть ни на секунду а если вы сидите то вы сразу встанете и начнете двигаться и ваша задница последует за улетевшим разумом как сказал джордж клинтон то вот остын это медленный фанк медленный с красивой гармонии очень простой и на этой красивой гармонии гитарная импровизация замечательное пение но все равно это не расслабон это не такой расслабон как бледнолицей вот эти вот то что называется баллады психобеллические когда вот так это медленный фанк который не дает уснуть все равно он завораживает гипнотизирует и опять-таки уводит за собой в свои черные звездные дали очень круто ну а sexy ways последняя вещь на первой стороне она просто хорошая легкая красивая ну sexy ways что может быть здесь никакой психоделия уже одни только sexy ways хорошая песня очень приятная ну а на второй стороне заглавный номер standing on the verge of getting getting it on по тяжести сопоставима с red hot mama и less in my fantasies но она еще более фанковая чем две этих вещи две вот этих вышеназванных композиции они больше хард-роковые нежели фанковые хотя и я уже сто раз сказал что это настоящий корневой фанк но это больше фанковая все гитарные чудеса остались никуда не ушли но эту это уже такая вот называется классика если хотите познакомиться просто хочу послушать настоящий фанк вот пожалуйста вам standing on the verge of getting it on клейма негде ставить очень хорошо очень показательно и очень в каноне что называется да джимис готовит у битов бич и мхим вторая вещь очень похожа на запу у нас запу такого не не было него в ангарном ключе об урок ключев таком в понятном что запа очень много наиграл всякого разного на сочинял мне все нравится что он делал но это из разряда таких понятных песен сложных и выясняется что группа фанкоделик может не только на двух на трех аккордах вламывать фанк а очень сложные гармонические штуки интересные и мелодические интересные и в аранжировке очень круто все очень сложно и по-настоящему так мощно серьезная музыка серьезная хорошая музыка ну а good thoughts bad thoughts это гитарная психоделия уже подвешенная в космосе мы уже в космос улетели и там находимся смотрим на землю и джордж клинтон рассказывает свои приключения о своих приключениях свои мысли излагает и декларирует еще раз что граждане хорошие дорогие free your mind and your ass will follow а я пошел пить пока